военный комиссариат все приметы ведут к нам второй этап реалити сегодня играем форт боярд вау жеребьевкой мы разбили команды по парам где есть один победитель и один проигравший с прошлого этапа посмотрим смогут ли команды забыть о соперничестве и работать как одно целое 3 второе и первое место получат баллы поехали перед началом этапа вместе с командами мы посмотрели их бонусы мемчики тик токи 10 добрых дел ребята накормили бездомных собак убрали территорию общаги отправили игрушки больным детям съездили в приют для животных и кое-кто вернулся домой с питомцем кто-то дал вторую жизнь одежде подарили цветы и купили книжки у пенсионера каждая команда получает 3 балла у ребят уже кажется все сели в автобус пока ребята добираются до форда у них есть возможность заработать 0 5 балла для своей команды для этого нужно дать больше правильных ответов в киноквизе от кураторов победителем стала люся боброва из команды 5d сразу было понятно что капитаном команды буду я мне кажется это очевидно я был капитаном нашей команды а просто я стоял спереди он просто стал самый первый стал капитал логично я был капитаном нашей команды так получилось потому что у меня самый громкий голос наверное нам нужно было но прокричать кричалку капитана было я старался и предыдущих играх свою команду направлять лидера всегда определяет команда люди я готов на эту должность я готов себя попробовать готов проявить и готовить на себя ответственность за все то что будет дальнейшем возможно вашей команде есть шпион который будет тянуть ваши команды на дно в течение прохождения мы команда 5d нас определили с командой мкад реакция была неоднозначная но прекрасная команда очень классно что нас ними жеребий вот так соединил я с темно-синей команды которая состоит из команды четверо из ада и самовыражение я на этом этапе мы собрались боярями вот с дырявыми кроссовками вместе объединились моя команда предприниматели мы объединились с космическими енотами мы объединились с командой аннигиляторная пушка и назвались аннигиляторная андрюшка больше всего получился первый этап когда мы только разбились по командам и нужно было танцевать этап борьба с сосисками не знаю две подушки нужно будет так утолкаться я была на 200 процентов уверена что я выиграю из-за того что я очень высокая и сильная но меня очень сильно унизили и я валялась на коленях было больно а мне как экономисту больше всего показалось интересным игра в палочки у вас на столе 20 палочек на мне не дали посчитать и нужно убирать по одной по две или три по три палочки так чтобы в конце участник про это напротив тебя соответственно забрал последнюю палочку блин это бомба на самом деле вот это вот реально и может даже друзьями попробую если 20 палочек найдем я могу отметить одного членов команды александр зовут он проявил себя на этапе со странами где нужно было членом команды запрыгивать на определенные сооружения и вытаскивать столицы он благодаря своим знаниям сразу же смог сказать все столицы всех получать стран нам показывали флажки со странами и он четко быстро быстро проговорил каждому какие столицы получается люди когда начинали бежать сразу же говорит столицу человеку сразу человек быстро с информацией лезет туда и нам похвалили на сказали то что мы быстрее всех это сделали как мне кажется я проявил себя в этапе который назывался память где надо было запомнить цвета шариков и в каком порядке они стоят и соответственно мы прошли с командой этот этап мы получили за него ключ и я запомнил всю линию получается этих понимаете что я пока учусь русский язык вот то есть там ребята все сразу понимали у меня друзья все и к тебе били то есть они всегда объяснили мне очень комфортно с ними то есть атмосфера вообще бомба просто ну разрыв же это просто когда все кричат не вот это вот у тухлая вот это вот это ну отлично я очень плохо попадаю но я сохранила себе трофей я буду сюда теперь помнить о том что я смогла победить больше всего мне запомнился этап где нужно было угадать что за напиток в стакане мы очень быстро справлялись со всеми заданиями но на одном из стаканчиков мальчик из нашей команды затупил не смог отгадать холодец я подошла сразу отгадала что это холодец быстро это все выплюнула очень люблю желе но безумно боюсь медуз это вот такое совпадение змея тараканов это все это я и пробовал на самом деле я очень смелый человек но я боюсь темноты я честно сказать ничего не боюсь я гиппал так что не боюсь ничего здесь были только мыши змеи но хотел бы таракана потрогать он прям самый противный он чего боится меня кому отдать много чего боюсь те же тараканы те же пауки те же змеи нет вообще хорошо что это таракан они нет ну пожалуйста ну благо есть понимание что она не ядовитая это немножко страшно мне пока посмотрите на это не смогу мне вот это мне да тут мне не очень моя родина это вот то откуда родом это таракашка с мадагаскара да и как бы тогда я их всех видела сейчас оказывается что они меня пугают меня зовут никита мне 21 год я учусь на факультете психологии самый больше запомнился этап с опарышами мне сказали что там будет трубочка но там не было трубочки там был магнитик ищи видишь жетоны 4 давай 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 3 2 осталось три команды у которых было по шесть ключей и между ними разыгрывалась первое второе и третье место последнее финальное испытание нужно было продержать самолетик зажженным как можно дольше чтобы он не потух и и не сгорел быстрее остальных у меня он потух сразу же очень обидно так сказать а Люся мощная. Я просто придерживалась тактике и выиграла в этом испытании. Лично я проиграл именно из-за Люси, потому что она вот так вот поддувала на мой самолетик. Знаете, чувство эйфории, когда все называют слово и оно оказывается правильным, открывается замочек и вываливается куча монет. Это прям куш сорванный. И победителем сегодняшнего этапа становится розовая команда в составе 5D и МКАД. У меня есть правило. Правило номер один, никогда не быть номер два. В итоге мы заняли второе место. Несмотря на то, что мы не забрали ни первое, ни второе, ни третье место, мы как минимум кайфанули. Прям болели друг за друга, сорвали голос. Вообще просто, ну, мне кажется, вот сплочений вот этой команды у меня никогда не было. У меня никогда такого не было, чтобы настолько интересно и подвижно были прошлые испытания. Мам, на меня змея сейчас ползала. Ты не смотри это, если тебе не нравится. А если нравится, смотри. Мне здесь безумно нравится. И у меня вот здесь вот не стоит человек с пистолетом и не говорит говорить что-то доброе и хорошее. Я просто хочу пожелать вам хорошего счастья в этом игре. Нет, у нас не было шпиона. Если он и был, то он болел дома.